Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Через пять лет в Кирове могут построить объездную дорогу за 27 миллиардов рублей. Это запланировано в программе развития транспортной инфраструктуры Кировской области. Протяженность дороги 102 километра. Строительство будет состоять из шести этапов. В частности, это возведение мостового перехода через Чепцу у Кирова-Чепецка, проектирование и строительство моста через Вятку в районе деревни Цепели и автомобильной дороги от этого моста до трассы Киров-Вятские поляны. Также планируется строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Кирова-Чепецка до федеральной трассы Кострома-Киров-Перем в районе Слободского. Власти надеются, что объездная дорога поможет разгрузить улицы Кирова, по которым в данный момент идет весь поток проезжающих через наш регион машин. Составлен список кировских чиновников, которым нельзя открывать счета за границей. Перечень утвержден распоряжением администрации губернатора области. В списке около трех десятков человек из секретариата губернатора, его аппарата и аппаратов зампредов. Не может открыть счет в иностранном банке начальник отдела защиты гостайны, пресс-секретарь главы региона и другие. Кроме того, последним пунктом в перечне отмечены чиновники, у которых есть допуск к сведениям особой важности. В эфире экономика. Около 19% жителей Кировской области имеют высшее образование. Во время всероссийской переписи населения 974 тысячи человек указали в анкете свое образование. Большая часть жителей региона имеет общее и среднее профессиональное образование по 40%. 18,5% опрошенных в качестве образования указали высшее. 1% анкетируемых выбрал неполное высшее. Еще около 1% жителей Кировской области отнесли себя к кадрам высшей квалификации, таким как аспиранты, доктора и прочее. Вообще не имеют образования чуть более полутора процентов опрошенных. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Субтитры создавал DimaTorzok